Всем добрый день, всем здравствуйте, группа. У нас сегодня среда, и с нами очаровательная Ирина Шабытаева с Флориды. Ирина, добрый день вам. Добрый день, Лейса, добрый день, друзья. Мы пригласили Ирину сегодня обсудить чудесную новость. Президент Байден снял ограничения на выдачу иммиграционных виз, а также и на въезд по иммиграционных визах тех, у кого уже было, и, ну, бан снят. Но у нас осталось очень много вопросов по этому поводу. Что, как, куда, что делать, когда посольства начнут все-таки вызывать те категории людей, которые целый год сидели в ожидании, что можно предпринять, и другие вопросы именно по вот этой теме. Пожалуйста, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы под этим постом. Мы с Ириной обязательно на них ответим. А пока мы просто поведем разговор с Ириной о этой ситуации. Может, у вас есть какая-то инсайдерская информация, да, что происходит внутри. Когда можно ожидать начала вызова на интервью по всех этих категориях, которые были вот это долгое время в бане? К сожалению, инсайдерской информации у меня нет. Да, в этом плане порадовать никого не могу. Не знаю, когда начнут вызывать. Единственный и главный совет, который могу дать всем, это если у вас из стекла виза, или вы ждали, допустим, интервью все это время, вас не вызывали из-за бана, сделать, так скажем, контакт прямой с консульством, либо звонками, либо имейлами. Обязательно будьте, так скажем, proactive, не сидите, не ждите, что это произойдет само по себе. В любом случае, конечно, назначение на интервью будет зависеть от конкретного консульства, к которому вы относитесь, где ваше дело все это время находилось. Если они все еще ограниченно работают, либо не работают совсем, то, конечно, ожидать в ближайшее время интервью прям сразу из-за того, что запрет снят, не стоит. Но стоит напомнить о себе, написать, что вот, когда так-то и так-то у нас виза истекла, мы хотели бы запросить reissuance этой визы, или въехать, пользуясь этой визой. Пожалуйста, там, reissu виза, или пригласите нас на дополнительное собеседование, или запросите ненужные документы, что-нибудь сделайте, напомните о себе. Это самое главное. Это самое главное. В любом случае, каждое консульство индивидуально определяет свои приоритеты, как они работают. Кто-то работает пока только на emergency, то есть на какие-то экстренные услуги. Некоторые консульства начали запись на уже на выдачу неиммиграционных виз, то есть ситуация разная. Если ваше консульство, к которому вы относитесь, говорит, что они не проводят никакие интервью, никаких действий не осуществляют, можно попробовать перенести свое дело в другое консульство, которое открыто и занимается сейчас иммиграционными визами. Единственное, что в этой ситуации, помните, что если вы запросите перенос дела в другое консульство, то в случае, если оба консульства будут согласны и дело переведут, оно там и останется. Если там что-то пойдет не так, уже назад вы его вернуть не сможете. Поэтому начните с контакта со своим консульством, где ваше дело сейчас, и они просто прояснят для вас ситуацию. Некоторые более оперативно отвечают, некоторые, конечно, просто... Немного подольше дают ответ. Если поток, так скажем, имейлов большой, то они, конечно, могут просто автоматическими отбивками, так скажем, отделаться. Что они делали, когда DV Lattery Winners им писали. Но стоит ожидать, что что-то будет происходить, не так быстро, как мы надеемся. Но напоминаю, что... Ну что, тоже будет. Давайте тоже проясним эту ситуацию. То есть не все визы, бан снят не с всех виз и не с всех категорий. Можете вот так по полочкам четко разложить, с кого бан снят, кто должен ожидать своего интервью, и потом мы поговорим о тех, кто все-таки остался пока еще за бортом до 31 марта, как минимум, да. Какие категории открыты, с каких категорий бан снят? Да, давайте начнем с того, что было два бана. Один был в апреле выпущен, второй вдогонку в июне. Тот, который был изначально выпущен в апреле, запретил въезд, так скажем, въезд людям, у которых не было действительно иммиграционной визы, по категориям супругов, детей, держателей гринкарты. Также родители граждан, братья и сестры граждан. Вот это самые такие, так скажем, категории, которые были, так скажем, претерпели наибольшие изменения, которые были затронули больше всех. Тот бан не затронул EB5, не затронул Asylum, не затронул людей, которые были на территории США или у которых на тот момент к апрелю месяца уже была выдана иммиграционная виза, они могли въезжать, и бан не касался супругов и несовершеннолетних детей граждан США. То есть они все еще, условия работы консульса, все еще могли въезжать. Кстати, у нас вот за время пандемии и этого бана, с учетом того, что был бан мусульманский, который включал, кстати, Киргизстан, и вот все эти вещи у нас, клиентка в Киргизстане прошла интервью и получила иммиграционную визу за время пандемии. Так что исключения все-таки были, и вот супруги граждан таки получали интервью и визы даже в течение этого времени. А июньский бан добавил к числу этих людей еще визы J-H-E-L, то есть не иммиграционные такие рабочие визы, так скажем. Понятное дело, что мотивация была ковид, защита рабочих мест США и так далее, и первый бан совершенно этой цели никаким образом не отвечал. То есть запрет на въезд родственникам, ближайшим родственникам держателей Green Card или родителям граждан никаким образом не защищал рабочие места. Вот второй запрет, он как-то более логичен, так скажем. На данный момент бан отменил первый, Байден, да, Байден отменил первый бан. Второй бан, который более логичен в ситуации с пандемией, все еще остается. То есть людям, которые рассчитывают на визы L, H, J, они все еще пока до конца марта не могут ничего делать. Так что ждем до 31 марта. Есть надежда, что Байден все-таки не продлит бан, который был внесен Трампом, хотя у него может быть своя агенда, действительно. Если мотивация защитить рабочие места, то может быть он как-то более консерен, так скажем, с ковидом и пандемией по сравнению с Трампом. Так что я не исключаю, что он может и продлить, как бы и удивить нас все. Да, это тоже может быть, да. Мы надеемся все-таки, что этого не произойдет. И по логике, как все баны, которые он должен был отменить предыдущего президента, что он все это сделает, я стала до конца марта потерпеть. Продолжение следует...